По кирпичику, конечно, это очень-очень будет долго, но если, как они нам сказали, до 31 августа этого года, ну, тупо, если заложить только бомбу туда, ну, а по-другому, ну, как? Люди в отчаянии не знают, что делать. Вот такое письмо они получили от местной администрации. В нем требование снести аварийную пятиэтажку. Причем сделать это, согласно бумагам, должны сами жильцы проблемного дома. И что совсем нереально, на все про все дают три дня. Они, видать, немножко путают, что там одноэтажные, двухэтажные дома – это одно. И там, да, можно, если взять даже одноэтажный дом, да, либо свой дом, его можно снести. А как вот его снести? Это получается, что если мы сейчас вот начнем своими усилиями сносить этот дом, то другие жители-то где будут жить? Это неправильно, абсолютно неправильно. Дом буквально трещит по швам. Стены разваливаются, потолок отходит. Условия для жизни совсем не подходящие. Каждый день, как на пороховой бочке. Вот она, она вся, вот идет, мы ее замазывали, вот пальцы проходят, смотрите, вот туда все. Вот видите, туда все провазит. Мы уже замазывали, это все посыпалось. Вот они пошли и туда в комнату. И на дочу ночью сыпалась штукатурка. В администрации объясняют, никакой ошибки нет. Уведомления отправляли в соответствии с законом. Хоть и признаются, это первый случай, когда о сносе пятиэтажного дома просят жильцов. Местные власти уверяют, демонтажом займется администрация. Но только после того, как будет изъят земельный участок. И люди получат квартиры или компенсацию. Это требование жилищного кодекса. Без направления данных уведомлений мы не можем приступить к дальнейшей работе по изъятию земельного участка. Без изъятия земельного участка постановления мы не можем начинать выдавать возмещение. Это будет незаконно. Хоть одной головной болью меньше, говорят люди. Вот только почему им не объяснили все сразу. Теперь жители с волнением ждут компенсации. Главное, чтобы денег хватило на новое жилье. Светлана Саенко, Дмитрий Шевцов и Несей. Новости.